Глава Дагестана Владимир Васильев в 1 октября принял участие в 16-м ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», которое в эти дни проходило в городе Сочи. В центре внимания были вопросы, которые касаются стран Востока и их влияния на мировой порядок. Но, как все понимают, в этом контексте участие Владимира Абдуалиевича на этом форуме было вполне обосновано. Вы смотрите программу «Черным по белому» и веду ее я, Башир Абдурахману. Международный дискуссионный клуб «Валдай» был создан в 2004 году. Своим названием клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай. Целью клуба является содействие диалогу российской и международной интеллектуальной элиты и независимый, объективный научный анализ политических, экономических и социальных событий в России и мире. В отличие от аналогичного римского клуба, российская дискуссионная площадка не имеет численного и качественного ограничения по членству. Представители политической, финансовой, культурной и научной элиты могут обмениваться мнениями наравне и открыто участвовать в дебатах. Интеллектуальный потенциал клуба «Валдай» высоко оценивается в России и за рубежом. За годы существования клуба в его работе приняли участие более тысячи представителей международного научного сообщества из 71 страны мира. Владимир Васильев, участвуя в работе клуба, констатировал, что в целом в ряде зарубежных стран наблюдается очень сложная обстановка, в то время как в России ситуация стабилизировалась. Для тех, кто исследует эту тему, очевидно, что исламский фактор, который в России пытались каким-то образом раскручивать, не состоялся. Не состоялся по целому ряду причин. Во-первых, потому, что в этом году мы в Дагестане отмечали 20-летие разгрома международных бандформирований. И там, в 99-м году, против международного терроризма, который пошел по ходам с целью создания халифата на Махачкалу, выступили на рядовые дагестанцы. И далее такой сокрушительный отпор. Подтянулись федеральные силы, армия, спецслужбы. И с этого момента пошел процесс освобождения нашей страны, всех территорий и Северного Кавказа, безусловно, в первую очередь, от вот этого вот зла сегодняшнего времени терроризма. Связывая мирную обстановку с проявлением межрелигиозной и межнациональной терпимости, глава Дагестана заявил, что в регионе разногласий на этой почве не возникает. Это, по его словам, многих удивляет. Часто национальный фактор становится тем самым разрушающим стабильность. И многие, кто живет сегодня и в Европе, да и в других государствах, сталкиваясь с межнациональным, видят в этом основу и причину дестабилизации. Опыт России как раз свидетельствует об обратном. Мы многие десятилетия на протяжении истории, еще царских времен, живем вместе. Православные, мусульмане, около 200 национальностей у нас и групп по переписи 2010 года. Причем у нас большинство православных людей России, как они себя по этой переписи определили. Но при этом есть около 20 миллионов, чуть больше, чуть меньше по-разному, мусульман, есть иудеи. И вот это все, наше многообразие, оно живет в мире. Говоря о том, как можно транслировать полученный опыт на другие страны, глава Республики Дагестан привел пример ситуацию в Сирии, которая, по его словам, в результате сотрудничества России с Турцией и Ираном и при поддержке местного населения сегодня освобождена от деструктивных сил. Он сказал, что сегодня там установлена власть и есть уверенность, что Сирия становится правовым государством с хорошей перспективой развития. На вопрос о том, в чем все-таки секрет мирного сосуществования представителей разных национальностей и религий, Владимир Васильев ответил следующее. Вот у нас трудно себе представить такую вот выходку, как сделали журналисты Эбду, допустим, да? Или же те высказывания, которые недавно пришлось читать, примеры Великобритании по поводу одежды мусульманки. У нас это невозможно. То есть это дело в терпимости? Спасибо вам большое. Спасибо. Уважать друг друга. Ну а на этом, пожалуй, все. Вы смотрели проект «Черным по белому» и вел его я, Башир Абдурахманов. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова